Банк Японии не изменил свою кредитно-денежную политику на фоне повышения базовой процентной ставки в США. Он также сказал, что будет продолжать прикладывать усилия для повышения уровня инфляции. Один из главарей наркокартеля Синалоа бежал из мексиканской тюрьмы. Он является сыном основателя синдиката. Восьмиметровая статуя, обнаруженная недавно в пригороде Каира, вероятно, изображает не Рамзеса II, как предполагалось изначально. Об этом сообщил министр по делам древности Египта. Бабушки в доме престарелых в США подумали, что сидеть сложа руки – не лучшее занятие и решили вязать свитера куром. Но их работа не просто спасение от скуки. Она признана защитить птиц от холода в суровые зимы. Банк Японии в четверг сохранил денежно-кредитную политику без изменений на фоне второго за три месяца повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США. Банк продолжит ежегодную скупку гособлигаций на сумму более 700 миллиардов долларов. «Банк Японии продолжит активное монетарное стимулирование, чтобы как можно скорее достичь инфляции в 2%.» Экономика Японии зависит от внешней торговли, и долгое время в ней наблюдался застой. Однако в последние месяцы, благодаря восстановлению мирового спроса, она начала проявлять признаки оживления, увеличив экспорт и объёмы производства на предприятиях. Базовые потребительские цены выросли в Японии впервые за период времени более года. Многие аналитики ожидают, что позже в этом году инфляция увеличится до 1%. Однако протокционистские настроения в мире растут, что может затмить признаки оживления японской экономики. Глава Банка Японии добавил, что изменение базовой процентной ставки в США не окажет немедленного негативного влияния на развивающиеся экономики. «Не думаю, что изменение кредитной ставки в США сразу окажет сильное влияние на развивающиеся экономики. Но, конечно, есть разные типы развивающихся экономик. Поэтому мы будем пристально следить за тем, как глобальная экономика на них влияет». На этой неделе глава Банка Японии посетит встречу финансовых лидеров стран «Большой двадцатки». Она состоится в Германии. Франция расследует два тревожных инцидента, произошедших в стране 16 марта. Первый сотряс парижский офис Международного валютного фонда, находящийся рядом с Эйфелевой башней. Когда сотрудница вскрывала присланный конверт, прогремел взрыв. Женщина получила серьёзные ожоги лица и рук, но угрозы жизни нет. По предварительным данным, в конверте находилась большая самодельная петарда. Президент Франции уже назвал произошедшее терактом. «Генеральный прокурор возглавит расследование инцидента в МВФ. Оно ответит на вопросы – откуда пришёл конверт и что было внутри». Днём ранее посылка с взрывным устройством поступила в Министерство финансов Германии. Её вовремя обезвредили, и никто не пострадал. Ответственность за неё взяла греческая радикальная группировка «Конспирация огня». Это та самая, которая рассылала бомбы в иностранные посольства в Афинах в 2010 году. Есть ли связь между посылками в Германии и Франции, ещё предстоит выяснить. При этом МВФ является одним из международных кредиторов Греции, по настоянию которых в стране проводится политика затягивания поясов. Второе происшествие во Франции было в тот же день в городе Грас на юге страны. 17-летний подросток открыл стрельбу из дробовика в лицее, где учился. Ранены четыре человека, в том числе директор школы. Как сообщают следователи, мужчина самоотверженно пытался утихомирить стрелка, но сам получил ранение в плечо. На место быстро прибыл антитеррористический спецназ, нападавшего арестовали. У него также обнаружили два пистолета и две гранаты. По предварительным данным, подросток не связан с террористами и насмотрелся видеомассовых убийств в школах США. «Хочу похвалить меры, принятые в школе во время инцидента, и скорость, с которой отреагировали силы безопасности». Напомним, менее чем через полтора месяца во Франции должны состояться президентские выборы. После прошлогодних терактов в стране продолжает действовать режим чрезвычайного положения. «Для борьбы с терроризмом нужно больше, чем просто расходы на армию». Такое заявление в четверг сделал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Ранее администрация президента США Дональда Трампа сообщила, что планирует вдвое сократить финансирование ООН и благодаря этому в следующем году увеличить военный бюджет на 54 миллиарда долларов. «Есть необходимость устранять основополагающие и побуждающие факторы терроризма путём инвестирования в предотвращение конфликтов, решение конфликтов, борьбу с экстремизмом, миротворческую деятельность, укрепление мира, долгосрочное развитие, укрепление и уважение прав человека и своевременное реагирование на гуманитарные кризисы». США – крупнейший донор ООН. Сейчас страна вкладывает 22% в основной бюджет организации объёмом 5,4 миллиарда долларов, а также почти 29% в миротворческий бюджет в размере 7,9 миллиарда долларов. Эти вклады были утверждены на Генеральной Ассамблее и не являются добровольными. При этом программа развития ООН, ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа и Фонд ООН в области народонаселения финансируется странами на добровольных началах. Призвала не урезать финансирование организации и голливудская актриса Анжелина Джоли, которая также является послом доброй воли ООН. Об этом она заявила во время выступления в офисе ООН в Женеве. «Экстренная гуманитарная помощь должна продолжать поступать, поскольку многие страны не могут или не хотят защищать права граждан по всему миру. Мы прилагаем эти усилия в странах, с которыми у нас нет дипломатических отношений, где дипломатия не работает. Пока мы не сможем предотвратить либо уменьшить конфликт, мы будем вынуждены помогать людям и предоставлять им кров». Джоли выступила на ежегодной лекции, посвящённой памяти бразильского дипломата Сержо Виера и сотрудников ООН, погибших во время бомбардировки штаб-квартиры ООН в Багдаде в 2003 году. Из мексиканской тюрьмы бежал сын основателя наркокартеля Синалоа, одного из двух крупнейших в стране. Куана Хосе Эспарагосу Мансона содержали в следственном изоляторе города Кульякан на северо-востоке страны. «Его собирались переводить в федеральную тюрьму. Очень возможно, что расследование будет проводить генеральный прокурор». Отец беглеца, наркобарон по кличке Азул, был одним из основателей картеля. Предполагается, что он умер в 2014 году. О местонахождении его сына пока ничего не известно. О пропаже Мансона охранники сообщили в четверг, 16 марта. Остальные 2500 заключённых – на месте. «Бежавший находился в следственном изоляторе перед конвоированием его в федеральную тюрьму. Он должен был находиться там до окончания рассмотрения дела в суде». Недавно Соединённые Штаты обратились к властям Мексики с требованием об экстрадиции Хуана Хосе Эспарагосу Мансона. Предполагается, что он несёт ответственность за отмывание денег картеля, а также за насилие в приграничных городах Тихуана и Мехикали. Между тем, главарь картеля Синалоа Хаакин Гусман по кличке Эль Чапа находится в американской тюрьме в ожидании суда. Мексиканские правоохранители арестовали его в январе прошлого года. Спустя год его экстрадировали в США. Синало – один из двух крупнейших наркосиндикатов Мексики. Самым влиятельным в стране сейчас считается картель Халиско. Обе группировки продолжают войну за сферы влияния. За последние 10 лет в Мексике было совершено около 100 тысяч криминальных убийств. В Египте продолжают исследовать обломки восьмиметровой статуи из кварцита. Их нашли недавно в пригороде Каира. Сначала археологи решили, что статуя изображает Рамзеса II. Теперь же изменили мнение. «Когда голову достали, мы увидели некоторые особенности, характерные для других периодов, таких как Среднее царство или, может быть, 18-я династия. На это указывают форма короны, уха и правого глаза, а также удлинённое лицо. Некоторые особенности видны в форме тела». Учёные полагают, что, возможно, статуя изображает фараона Псамитиха I, основателя 26-й династии. Он правил примерно с 664 по 610 годы до нашей эры. Псамитих I объединил Египет и вернул ему независимость. Впрочем, специалисты пока не могут утверждать, что их версия верна. «Возможно, Псамитих I повторно использовал эту статую и поставил её перед храмом Рамзеса II в Гелиополисе. Мы надеемся, что в следующие несколько дней, недель или месяцев найдём другой фрагмент и на 100% определим, кого изображает скульптура». Обломки статуи обнаружили во время ремонта канализации в районе Альматария. Здесь в древности располагался важнейший египетский город Гелиополис. На месте раскопок работают египетские и немецкие археологи. Эти мигранты провели осень и зиму на заброшенных складах возле железнодорожной станции Белграда. Пережили сильные морозы, мирились с грязью и болезнями. Всё ради того, чтобы дождаться открытия границ в Западную Европу. Однако путь по-прежнему закрыт, и беженцы теряют надежду. «Сейчас им помогает много добровольцев – дровами, едой. Однако теперь у них психологическая проблема. Они тревожатся, ждут и начинают понимать, что границу им не перейти». На заброшенных складах живёт около двух тысяч мигрантов. В такой напряжённой ситуации между ними стали чаще вспыхивать конфликты. Люди ведут себя агрессивнее. «Они всё больше падают духом. У многих депрессия. Они дерутся без всякой причины или просто из-за мелочи. Думаю, главная проблема в психике. Они целыми днями ничего не делают, только ждут возможности перейти границу». А эти беженцы живут в лесу, в палатках недалеко от сербско-венгерской границы. Время от времени они пытаются её перейти. Их ловят и возвращают обратно. При этом организация «Врачи без границ» обвиняет венгерские власти в жестоком обращении с нарушителями. Это подтверждают и сами беженцы. «Иногда они ловят нас, иногда на убегающих спускают собак. Когда они задерживают нас, то первым делом ломают телефоны, потому что в них есть карты. Затем приказывают лечь и начинается. Иногда по три-четыре часа избивают. Женщин, мужчин всех бьют». Так называемый балканский коридор закрылся для мигрантов в марте прошлого года. Однако беженцы всё равно продолжили приезжать в Сербию. В стране скопилось уже около 8 тысяч мигрантов. Причём места для них в официальных центрах не хватает, поэтому около 2000 беженцев живут на заброшенных складах. Впрочем, многие и не хотят попасть в официальный лагерь, поскольку боятся депортации. Сегодня у тайванки Каронианг – день свадьбы. Вместе с ещё девятью невестами её несут в Паланкине на свадебную церемонию. В столице Тайбэя таких не увидишь. Здесь, на юге Тайваня, бережно хранит традиции коренной народ Рукаи. Наряды богато расшиты вручную, головные уборы украшены гивнями кабана. Главное испытание для невест – вот эти качели. При раскачивании в неустойчивой петле на глазах у всего племени девушке нужно удержать равновесие, не завалившись на бок. Получится – значит, будет хорошей женой и матерью. В наш век хранить традиции аборигенам непросто. Молодёжь часто уезжает учиться и жить в большие города Тайваня, где поддаётся влиянию современной культуры. «Посредством этих традиционных церемоний у нас есть возможность на практике применить то, что мы называем традицией. Конечно, соблюдение традиций – самый естественный способ их сохранить». «Это вождь племени Рукаи. Ей 82 года, и она традиционно пользуется большим авторитетом. К ней приходят за благословением на брак. Она также даёт имена новорождённым в зависимости от их социального положения. За её одобрением приезжают и бывшие соплеменники, живущие в городах». «Они просят у вождя благословения на брак с человеком, которого выбрали сами. Наша жизнь изменилась, но они по-прежнему доверяют авторитету вождя. Они также возвращаются к вождю, чтобы дать имена своим детям». Традиции у народа Рукаи строгие. Впрочем, не строже, чем были в Древнем Китае. До свадьбы молодым запрещено даже держаться за руки, не говоря уже о более вольном поведении. Для мужчин и женщин чётко определены правила поведения. Примечательно, что в традиционных свадебных церемониях народа Рукаи участвуют и некоренные тайваньцы. Так они хотят поддержать традиции племени. «В наши дни на такую традиционную свадьбу Рукаи попасть непросто. Думаю, эту традицию нужно защищать и сохранять». Различные племена жили на острове тысячелетиями. В наши дни большинство населения Тайваня – 98% – этнические китайцы. В XVII веке китайских рабочих начали активно переправлять на остров голландские колонизаторы. Коренные народы составляют лишь 2%. Это примерно 530 тысяч человек. Официально в Тайване проживает 16 коренных народов. Австралийский серфингист Мик Феннинг заявил, что возвращается в профессиональный спорт. В 2015-м спортсмен чудом спасся от акулы во время соревнований в ЮАР. В этом сезоне он намерен участвовать во всех турнирах Всемирной лиги серфинга. Победителем на чемпионатах мира он становился в 2007, 2009 и 2013 годах. Спортсмен говорит, что стресс и повышенное внимание общественности измотали его. Но, несмотря на это, он намерен в четвёртый раз добиться титула победителя. «Да, я установил приоритеты давно и хочу следовать им до конца. В моей ситуации это непросто. Я стараюсь не думать о результате, а просто двигаться вперёд». На этой неделе Мик Феннинг выступает на турнире World Surf League в Кулангате в Австралии. В первом раунде он уже обошёл француза Жереми Флореса и 11-кратного чемпиона мира по серфингу Келли Слейтера из США. Соревнования продлятся до конца следующей недели. Зима в Массачусетсе довольно суровые. Мёрзнут даже куры. Им-то и решили помочь обитательницы местного дома престарелых. «Казалось, это самое нелепое, о чём я когда-либо слышала». Итак, курам вяжут свитера. «Никогда не думала, что курица станет носить свитер». Как только обновка готова, её сразу надевают на птицу. «Станишек у нашего костюма нет, только свитер». Проект придумала местная благотворительная организация. Она-то и обратилась к бабушкам за помощью. «Это петух породы Сирама, родом из Малайзии, где немножко потеплее». «Мы посвящаем этому побольше времени. Мы на пенсии и стараемся использовать свои таланты везде, где только можно. Это приносит нам счастье, потому что мы не хотим сидеть сложа руки в кресле-качалке. У нас есть работа». Некоторым бабушкам это занятие помогло преодолеть страх перед курами. «А ну-ка не шуми, курочка». «Когда они сказали, что хотят одеть кур в свитера, все, кому я рассказывала об этом, смеялись. Не верили, что это правда. Но мы одели кур в свитера, и я рада, что мы это сделали». Кофточки разных цветов и фасонов. Бабушке приходит наряжать кур собственноручно. «По-моему, она ей великовата. Это всё нормально, зато цвет хороший». «Знаете, они такие милые. Мы даже опубликовали несколько их фотографий». Некоторым это занятие помогает отвлечься от напряжённой политической ситуации в стране. «Если честно, сейчас в мире происходит много спорного, а это занятие меня очень успокаивает». Рукодельницы продолжают вязать. И тепло, и модно. Модный блогер Беатрис Балаш, одетая в красный топ, плессированную юбку цвета «Фуксия» и «Боа», делает селфи в первом ряду показа мод в Нью-Йорке. Она один из тысяч блогеров, которые освещают на своих страницах в соцсетях все недели мод в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. А также ведут блоги о моде в целом. И эта армия любителей моды составляет всё более заметную конкуренцию традиционным глянцевым журналам. «Мы показываем людям нашу светскую частную жизнь. Людям это интересно, и они хотят узнать больше. Мы очень влиятельные, поскольку люди привязываются к нам как к личностям, а не к тому, что мы делаем». В свой Инстаграм Беатрис публикует фотографии с многочисленных показов, которые раньше были доступны только для модной элиты. При этом сотрудничает со многими брендами, которые часто платят за рекламу и предоставляют блогерам свои наряды. «Блогеры принадлежат изменившейся модной индустрии, система трансформировалась. Блогеры – это ещё одна ветвь моды, которая только формируется. И нельзя сказать, что они забирают работу у глянцевых журналов». Впрочем, конкуренция между блогерами и журналами всё же усиливается. В прошлом году ВОГ раскритиковал блогеров в своей онлайн-заметке о неделе моды в Милане. Издание обвинило их в том, что они убивают стиль с головы до ног, облачаясь в рекламные наряды. Блогеры в ответ сказали, что критика преувеличена. Многие уверены, что противостояние не будет продолжаться долго. «Думаю, редакторы будут помогать блогерам, а блогеры будут помогать редакторам. Бороться бессмысленно». «Думаю, каждый играет свою роль. Есть те, кто моментально доносит что-то до аудитории. А у журналов другой подход. Сегодня столько происходит в мире моды, есть столько углов подачи, что место найдётся всем». При этом и блогеры, и редакторы сходятся во мнении, что у каждой стороны есть как преимущества, так и недостатки.